Корректор А.Кулакова Российской Федерации Игорь Краснов заявил, что у российских чиновников в рамках расследований изъяли имущество на 2 миллиарда долларов. А ведь сколько еще осталось безнаказанным и уже за пределами России? Так, на прошлой неделе у экс-губернатора Белозерцева и его родственников был арестован 61 объект недвижимости и было предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также в получении взяток. Помимо самих чиновников, прокуроры стали внимательно изучать и доходы ближайших родственников. Все активнее продвигается подход «Появилось имущество? Докажи, откуда деньги». В противном случае имущество будет конфисковано, а в отношении служащего назначена тщательная проверка. К примеру, на прошлой неделе безработная дочь бывшего главы Омского УВД Быкова не смогла объяснить, откуда у нее средства на покупку квартиры стоимостью в 5 миллионов рублей. В результате квартира у безработной студентки была конфискована. Неужели многие чиновники считают, что оформление похищенных или незаконно приобретенных материальных и иных имущественных ценностей на своих близких и родных поможет им сокрыть свое преступление? Или они считают, что общество и вправду настолько наивно, что не способно увидеть и понять, откуда у рядового сотрудника городской или областной администрации многомиллионная машина, квартира и иные дорогостоящие ценности? А вы как считаете? Напишите в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok